Привет, друзья! Привет, друзья! Я снова с вами в своей квартире. Блин, давно уже я не снимал ничего для вас, но, блин, где-то, наверное, с сентября, а может быть, даже и с августа ничего не выкладывал. Мне уже пишут вконтакте, куда-то пропал, они померли. Я же в других своих роликах вам рассказывал, что у меня там подозрение на рак горла, что я там помираю, пока, как видите, живой, я с вами общаюсь на связи, как говорится, вот в своей квартире пустой, моя фирменная, друзья, раскладушка позади меня, видите, да, вон она стоит. У меня еще сухари в глазах, блин, у меня здесь ни воды, ничего нет, сейчас вам попытаюсь показать, уже показывал в других своих видеороликах, вот у меня куртка висит, здесь трубы, видите, да, у меня даже вешалки нет, но, но как бы я не отчаиваюсь, я хочу эту квартиру продать и уехать к себе в дом в Воронежскую область. Поскольку дом уже разваливается, довольно старый, то мне нужны деньги на ремонт, вот, самому их сложно накопить такую сумму, там, около ляма, продовложить, чтобы дом более-менее обрел свой вид, который был у него, ну, лет пять назад, еще когда матушка жила была, а может быть даже лучше будет, вот, надеюсь, что он даже лучше будет, вот, но, все-таки это память. Короче, друзья, давайте к делу, я, короче, свитер себе взял, ездил к тете Воденцова и по пути зашел на открытый рынок и увидел крутые свитера, не этот, нет, друзья, не этот, который на мне, рука затекла, возьму друг в руку телефон, а другой с толстой вязкой, с горловиной, я мечтал о таком, ну, пару лет точно, искал, не мог найти, везде в торговых центрах одно дерьмо продается, ну, может быть, есть какие-то хорошие вещи, но их очень быстро покупают, их очень тяжело найти, успеть, вернее, к привозу, например, когда привозят, я могу быть на работе, потом зайти, и этих вещей уже нету, или моего размера нет. Размер, друзья, я ношу очень маленький, у меня S-ка, S-X-S, даже не М-ка, я М-ку по юности носил, а сейчас уже, видимо, из Кудал с возрастом, как говорится, человек не вверх, не вверх, а вниз растет, и уже на меня налазит S-ка, только и X-S-ка, вот, я ношу вот этот вот свитер, вернее, случайно я его, друзья, увидел, там он даже был мне один, я два купил, вот, продавщица очень была вежливая, приятная женщина, сказала мне, даже хозяин, там, он, правда, не турок, кавказец, вот, даже с хозяином познакомился, этого ларька, там, повторюсь, крытый рынок, и вот там был отдел ларек, где я себе и купил свитер с толстой петлей, вязкой, как, не знаю, правильно называется, шерстяной, там, или полушерстяной, там 80% шерсти было написано, вот, лейбл, я, естественно, ярлычок срезал, потому что он колется, я всегда ярлычки срезаю на одежде, это дурная привычка у меня с детства, но, там же вся информация, как стирать, как ухаживать, вот, но, в принципе, я думаю, сейчас такие вещи особо в уходе не нуждаются, в таком прям, короче, друзья, блин, я только проснулся, даже не знаю, с чего начать, давайте, наверное, я присяду вместе с вами на свою вот в распродушку, именно сюда, вон, подушка моя, видите, да, наконец-то на нее наволочку надел, вот, еще ногти, кстати, не срезал, надо будет срезать сегодня ногти, а, может быть, завтра, может, схожу, как Росомаха, и смотрели люди, вот, я также хожу с когтями, вот, такой вот, друзья, я взял свитер, видите, да, кстати, мне про когти сказали, на работе, у меня перчатки рабочие, я сейчас грузчиком временно работал, вот, подрабатывал, скажем так, и мне каждый день выдавали новые перчатки, вот, мастер, мастер смены, я ему говорю, два дня уже у него не брал перчатки, и говорю, слушайте, Алексей, у меня вот уже пальцы вылазят, порвались перчатки, он говорит, надо ногти срезать, но, наверное, он к тебе бы сказал, потому что у меня реальные когти, как у Росомахи из фильма, вот, поэтому надо, слава богу, не стальные, я смогу их срезать, вот, такой вот, друзья, свитер, смотрите, такой вот я взял свитер, это я его вывернул, видите, такой толстый, никак на мне водолазочка, да, такая вот тоненькая, я ее, кстати, брал, тоже неплохого качества, по такому центре, вот, ширпотреб, короче, вот, а вот это вот такой вот, видите, с толстой, вязкой, такой вот свитер крутой, такой тяжелый, да, и он у меня пошел по шву, вот здесь оказалась дырка, она пошла, 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 я очень расстроился, но возвращать, расставаться с этим свитером я не был какого, потому что он мне очень понравился, к тому же я люблю черные вещи, не знаю, это классика, да, и просто, наверное, у меня в душе не все так весело в жизни моей, поэтому я вот что-то в последнее время вообще черное стал одеваться, как люди в черном, есть тоже, и такое чувство, я сегодня Марклиму рекламирую, как-то, посмотрите, если не смотрели, особенно первую часть, вторую очень крутую, и третью мне, друзья, не очень понравилось, у меня еще насмерть, у меня на работе продуло, я грузил машины, и на улице зима, 27-е, 28-е уже сегодня, декабря, скоро Новый Год, через пару дней уже, друзья, короче, я взял нитки и, как вам сказать, петлей прошил, короче, вот, я думаю, видно, короче, прошил по шву, весь свитер, рукава, горловину, низ свитера, вот такими вот, друзья, нитками, блин, вот, такими вот, видите, нитками, тоненькие совсем, вот, тоненькая нить, вот, думаю, либо, прошу прощения за качество видео, у меня телефон, кстати, разбился, почему меня-то долго не было, новые я себе все никак не мог купить, были деньги, я что-то себе там, какие-нибудь свитера возьму, там, джейнсы, ботинки себе, кстати, крутые купил, вот, дутики, теперь у меня есть обувь, наоборот, более-менее нормальная такая, вот, под ужасом их прошил, зашел к нам в мастерскую, а с детства, как вы помните, кто, особенно 80-90-х годов рождения, наши родители всегда были очень, друзья, как же это правильно сказать, практичные, вот, и, ну, мы дети, на нас обувь горела, вот, и они всегда давали в мастерскую прошивать нам новую обувь, ну, чтобы на дождь хватило, и, чтобы, как бы, не покупать новые, там, через месяц, вот, и, 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 и мастер, да, попался мне не очень порядочный, оказывается, обувь, вообще, по идее, новую прошивать не надо, иначе она зимой начинает протекать, видите, как вам так сказать-то правильно, когда иголка, он, он же протыкает, получается, у подошвы, делает дырочки в резине, микродырочки, через которые может затекать влага, как мне объяснил другой мастер, я зашел вот тоже в мастерскую, но в другой уже день, когда, когда уже у меня ноги стали мокнуть, вот, был другой мастер, более нормальный, порядочный, и он мне сказал, то, что, по идее, зачем он тебя прошивал, прошивается обувь, когда уже подошва отлетает наполовину, или общать летает, тогда она и прошивается, у меня вот, с меня содрали деньги, я еще тогда выезжал, я срочно надо было ехать по делам, и я вместо 800 рублей, которые он мне озвучил, дал 1000, и сказал, друг, друг, сделай мне за 1000 рублей, срочно, в течение пару часов он мне их прошил, кстати, прошел очень круто, ничего не могу сказать, швы очень ровные, красивые, прям как фабричные, они стали протекать, человек мне просто не сказал, видимо, ему нужно, видимо, он хотел с меня заработать, чтобы я не ушел, отдал ему, заплатил, не знаю, как это правильно сказать, назвать, я бы, наверное, так не поступил, сказал сразу, слушай, друг, походи в них, а порвутся, а приходи, и прошью, но он взялся, я его, кстати, спросил, я до этого купил, смешные цены, друзья, кроссовки, вот, и они тоже прошитые были, вот, они стоят у меня в углу, вот они стоят, тоже были прошитые, и они протекали, вот, я ему сказал, что, в принципе, почему я и купил все более дорогие фирмы Баден, или Баден, как правильно, вот такие вот, тут не видно, они у меня все вчера замызлились, вот, я ездил, гулял по Москве, и на улице, хоть и не слякать, но все равно солью посыпают дороги, и снег тает, и одежда замызлилась, обувь особенно, ну, по крайней мере, у меня, друзья, вот, ну, и человек не убеждал, что нет, это же резина, когда нитку проденешь туда, иголочку воткнешь, резина обволакивает, как бы стягивается, и ничего не будет протекать, ну, друзья, на самом деле, когда так не делаете, это вам мой лайфхак, вот, не прошивайте новый обувь, потому что вы можете закончить так, как я, вернее, так, как мои новые вуги там, дутики, не знаю, как их обозвать, вот они стоят, блин, побольше надо влогов для вас поснимать, что-то давно меня уже не было в интернете, на ютубе, вот, и, короче, мне другой мастер сказал, что, приходи в другой день, была смена не этого мастера, который мне делал, будешь с ним ругаться, ругаешься, вот, но я решил не идти за эти, за эти точки, короче, я дал где-то 3,5 по акции, взял, нет, 3,900, пусть прошить, тысяча, это 4,900, они мне обошлись, но они стоили около 6,000, там, 5,5, по-моему, деньги, чтобы идти там марать на весь торговый, да и деньги мы мне уже не вернули, да и не вернуть, не вернуть, короче, этой обуви уже прежний вид, прошитый и прошитый, а татуировка, друзья, сделал, это на всю жизнь, так же здесь прошил, это уже навсегда, поэтому будем их ходить так, я их взял в боск для обуви, вот, натираю, вроде бы как, по швам тоже натираю, вроде бы, сейчас вам покажу, вот эти мои сумки, видите, да, сколько у меня сумок здесь, это у меня, типа, кладовая такая, взял щёточку, ещё разорился, вот, щёточку взял, воск, воск для обуви, друзья, вот такой вот воск, и, 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 но они не так уже пропускают влагу, короче, друзья, я отошёл от термы немного, извиняюсь, чтобы проснуться, мне даже нет кипятка здесь, кофе себе заварить, да и кофе у меня, друзья, нет, вот, свитер, короче, обычными нитками, но я вспомнил потом, когда я уже прошил, как и мастер мне мои, эти тутики, обувь, вот, я вспомнил, что когда-то, в юности, я тоже прошивал свитер такой же толстый, вязкий, и он у меня потом порвался, из-за того, что нитка тонкая, я ещё сильно так стягивал, стягивал её, когда, да, делал шоп, вот, что просто нитки, они шерстяные, мягкие, и просто нитка обычно их разорвала, передавила, вот, поэтому я сходил вчера, когда гулял, купил вот такие вот хлопковые шнур такой, не знаю, как правильно нить, сейчас почитаем, давайте, у меня вот ещё красный взял, у меня другой свитер красный, есть тоже новая, хочу его прошить, вот, такая вот, такая вот хлопковая нить, не знаю, что это, она состоит там из пяти или из десяти тоненьких нитей, но как веревочка такая, она мягенькая, приятная, она на ощупь, у нас масштаба уже, вот, я решил, друзья, пошу скрепить, прошить так же, как нитью, видите, да, вот так вот, лайфхак, кстати, друзья, для тех, кто, у кого тоже вязаные вещи, кто любит, я обожаю, например, друзья, вязаные вещи, они тёплые на зиму, приятные телу, удобные, вот, ну, и шерстно отдышать, в отличие от синтетики, хотя сейчас в любой, в любых шестинках изделиях, друзья, синтетика, но всё равно, ну, вот, и у меня ещё есть свитер такой же, второй только этот, чёрный, а у меня ещё есть свет антрацит, я его тоже хочу прошить, но уже без обычной нити, а вот таким шнурочком, вот, ну, и вам советую, если вы покупаете сейчас, сами понимаете, вещи не все качественные, как их выдают там продавцы, да, но можно себя обезопасить, если вам не лень провести там 3-4 часа, на меня, наверное, ушло, весь свитер, короче, пошел прошить, вот, можете так же прошить, в принципе, не видно даже, что это с изнанки я всё делаю, друзья, естественно, с изнанки, вот такой вот он, потом я одену, поснимаюсь в этом свитере, вот, так вот, блин, я даже разучился как-то смотреть в объектив, чтобы куда-то не в потолок, не в стену, а именно на вас, мои дорогие друзьяшки, как же, по вам, где-то вот так вот давайте, по вам, мои родные, давайте вас обниму, очень соскучился, очень, по вам, ну, вот, мне очень тоскливо без ютуба, мне одиноко, маму я похоронил, ну, папа я с ним почти не общался, он тоже умер, родственники от меня тоже открестились, вот, тетка, общая, говорит, не приезжай, достал уже, вот, поэтому я мылся, там, брился, сушился, стирался на работе, телефон у меня тогда не было нормального, поэтому мне не удалось для вас, друзья, поснимать этот трэш, но после 12-го числа сказали, нас опять туда позовут, поэтому мне теперь, скорее всего, две недели придется не мыться, но, может, бриться я еще как-то буду, а мыться мне некогда, если выйду где-то подработаю в другом месте, то хостел сниму на пару суток и там помоюсь, побречь, постираюсь, вот, а так для вас поснимаю, меня ждут на той работе, вот, кстати, Миха, начальник, мой, привет, главный грузчик, надеюсь, тебя как-нибудь повысят зарплату, ты уже достал, и будут тебе платить не 60 тысяч, как сейчас, кстати, Миха, каждый день там работает 7-0, вот, появляется на работе, ему начальник Андрей Юрьевич платит, это мастер смены платят, ну, и директор, директора, не знаю, кто там зовут, платят ему 60, но Миша хочет 80, так, Андрей Юрьевич, к вам обращаюсь, давайте повысите Мише зарплату, человек заслужил, он реально там за грузчика, за дворника, он принимает товар, за товароведа, приемщика товара, короче, водитель погрузчика, вот, Миха, блин, ты классный парень, но завязывай баловаться всякой фигней, алкогольным и всем прочим, ну, вот, там, не буду я вам говорить, чем прочим, вот, думаю, молодежь догадается, вот, ты молодой тебе, там, 30, сколько тебе, 32 или 31, займись, не знаю, ты же спортсмен, у тебя груша на работе висит, друзья, надо тоже себе потом грушу в дом купить, я все-таки, надеюсь, перееду, вот, надеюсь, не на тот цвет, а все-таки в дом себе, вот, я тоже себе куплю обязательно грушу, когда-то по юности, я тоже ходил, пам, пам, тыш, тыш, бил грушу, вот, поэтому, Миха, тебе привет, если ты меня смотришь, Кирюха, тоже, Децл, я его называю, он тоже с дредами, друг Михе, тебе тоже привет, весь тату, как прикольный чувак, работает в цеху на полиграфии, как это правильно, короче, на пакетах я, друзья, подрабатывал, вот, он наносит касту на пакет, учится, вернее, только, вот, Кирюха, много не бухай, Миха, тебя тоже касается, два дружка вы вместе постоянно, не бухайте, ну и все прочее, вот, поэтому, друзья, насморк, у меня насморк, уже надоел, продуло меня, вот, так, блин, у меня для вас много историй накопилось за эти, наверное, полгода почти, которые прошли, видите, я не хожу, никак не могу, знаете, так, как песик, который хвостик, от радости, так же я никак не могу успокоиться во мне, все прям, теребит, бушует, вот, эмоции море, потому что, наконец-то, у меня в руках камера, пусть и дешевого телефона, Redmi, Redmi, Redmi Lite, какой-то там, я купил за 6,5 тысяч, подержанный, аккумулятор скоро сдохнет, наверное, но держит еле-еле зарядку, но, друзья, все равно, хоть на что-то, но могу теперь поснимать свои блоги для вас, вот, поэтому так, вот, друзья, я вот, что вам хотел-то, ну, это чем я занимаюсь, в промежутках между тем, как я там подрабатываю, выхожу, ну, и с вами я давно уже на связь не выходил, к вам, мои друзья, друзьяшки, вот, иголка, нитка, короче, такой вот от меня вам лайфхак, вот, если вы купите себе крутой шестяной свитер, обязательно, если вы не уверены в качестве этого шестяного, друзья, изделия, пройдитесь изнутри, с изнанки по шву, нитки, ее не видно, вы можете в любом специализированном магазине, у нас клубок называется, купить вот эту нить, где она у меня лежит, вот, и попройтись, и тогда он у вас точно уже никогда, я надеюсь, не порвется, поэтому, друзья, ставим вот такой вот жирный лайк, обязательно, обязательно, друзья, комментарии, комментарии, ну, и кто не подписан, подписываемся, вот, вот, друзья, видите, да, у меня иголочки, такая вот иголочка, и, блин, одной рукой, конечно, неудобно снимать, ну, ладно, и шить, вот, нить, и вот так вот, друзья, видите, да, я по шву, так вот, прошиваю, вот так, аккуратненько, только, друзья, аккуратненько, короче, такой вот лайфхак вам от меня, от Джеки, как свой свитер новый, или уже не новый, старый, древний, шерстяной, чтобы он вам дольше прослужил, пусть не на много, может быть, но, а может быть, не на много, надолго вернее, вот так вот, друзья, и шьем. В принципе, все у меня на сегодня, никаких новостей нет, вот, есть всякие истории, друзья, для вас интересные, которые я хотел бы вам рассказать, и, надеюсь, в ближайшее время это сделаю, ну, вот, очень интересно, мистические даже есть, мифические, мистические, как правильно, мистические, наверное, ну, так вот, главное, самому мифом не стать, следить за своим здоровьем, и, хотя, хотя, ютуб, он, друзья, если ты в ютубе, то уже без меня, я так считаю, вот, сегодня я опять Пашу Роктукина смотрел, блин, классный был мужик, вот, мои соболезнования его родным и близким, друзья, вот, не стал этого человека пару лет назад, да, но до сих пор его смотрю для меня, Павел до сих пор живой, вот, у него даже песни, если он музыкант, выпустил альбом в стиле Бабу Барда, по-моему, у него, типа, шансона такого русского, так вот, поэтому давайте, друзья, давайте, ставим лайки, комментарии, и, наверное, лайки, комментарии, это не так важно, важно то, что вы все-таки мне пишите, вот, то, что, куда я пропал, и все-таки переживаете, что со мной, что с моей судьбой, я никогда не пропал, живой, здоровый, вроде бы, ну, не совсем здоровый, кашляю, сопляю, но, то есть, я так, поэтому, друзья, кстати, я закурил, вообще, никак не могу с этой дурной привычки расстаться, вот, которая, можно сказать, уже жизни моя угрожает, но я все, все курю и курю, пыхчу, как паровоз, вот, друзья, поэтому с наступающими вас праздниками, Новым Годом, не напивайтесь, ну, естественно, я вам желаю встретить весело в компании друзей, близких, родственников, вот, ну, не напивайтесь, еще раз скажу вам, повторюсь, не напивайтесь, вот, я не знаю, я, наверное, может быть, напиваюсь в одиночестве, вот, а вам советую, друзья, сильно не напиваться, сильно, немножко можно, наверное, пригубить, вот, поэтому с наступающими вас всех праздниками, вот, и давайте, да, на связи, друзья, на связи.